Белоснежные горные вершины, зеленые альпийские луга и чистейшие лазурные озера. Настоящий оазис, который поражает количеством природных ландшафтов. Сегодня я вас приглашаю совершить путешествие в страну, которую называют азиатской Швейцарией. Кыргызстан с традициями и культурой этого солнечного государства нас сегодня познакомит атташе посольства Кыргызской Республики в Республике Беларусь Айгерим Амурзакова. Стремительные заезды на личном безмоторном транспорте. Свое свободное время Айгерим предпочитает проводить на роликах. Это своего рода фитнес на свежем воздухе. Погода как бы не пугает, но, конечно, бывает холодновато. Но когда ты катаешься или гуляешь, и у тебя замечательное настроение, особо это даже не заметно. В детстве Айгерим занималась художественной гимнастикой, хореографией. Сейчас, кроме роликов, увлекается и велоспортом. Интерес к здоровому образу жизни привила мама Калия. Она часто навещает дочь в Минске. Мы гуляем по парку, ходим в магазины, шопимся. Мы очень любим это занятие с ней. У нас здесь есть друзья белорусские. Ездим на природу, на шашлык. По регионам бывает поближе. Ездим, например, на праздники, на масленицу. Вот недавно ездили. Было здорово. У меня была мечта попробовать лесные ягоды. Вот, можно сказать, она у меня сбылась. Я здесь увидела благодаря своим друзьям. Они мне показали и настоящий лес, и настоящие живые ягоды. Как они растут, как их собирать. Я все увидела, и мне очень понравилось. Айгерим родилась и выросла в Бишкеке. Образование получила по специальности дипломатическая и консульская служба. Магистр международного права в системе Министерства иностранных дел Кыргызстана работает с 2012-го. В Беларусь приехала 4 года назад. Эта командировка стала первой зарубежной миссией Айгерим. Здравствуйте, Айгерим. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня пришли к нам в гости. Расскажите, пожалуйста, секретами каких национальных блюд вы с нами сегодня будете делиться. Спасибо большое, что пригласили. Сегодня мы будем готовить манты и фунчозу. Я выбрала это блюдо, потому что я люблю манты. Во-первых. Во-вторых, бешпармах – наше национальное блюдо. Мы уже показывали ранее в вашей программе, и белорусские телезрители были уже ознакомлены. Я думаю, сегодня лучше манты. Я предлагаю надеть фартуки и приступить к приготовлению. Да, давайте. Соленый чай или деликатесы из конины. Национальная кухня Кыргызстана бросает вызов обыденности. А сегодня в нашем меню универсальное блюдо, которое может приготовить каждая хозяйка у себя на кухне. Это манты и салат из фунчозы. А готовить это мы будем вместе с Аташе, посольства Кыргызской республики в Республике Беларусь, Айгерим Амурзаковой. Айгерим, с какого блюда мы с вами начнем? Давайте я предлагаю начать сначала с манты, потому что манты будут вариться около 30 минут, а за это время мы успеем фунчозу приготовить. Хорошо, что нам надо для мант? Для мант нам нужно мясо. Мы сегодня взяли 500 грамм мяса, 0,5 килограммов лука, и для теста мука, яйца и соль, вода. Хорошо, тогда, может быть, вы тогда начнете делать тесто, а я буду чистить лук. Да, давайте я буду делать тесто. То есть лука для мант надо много? Да, желательно много, потому что чем больше лука, тем манты будут сочными и вкусными, придает больше вкус. Наверное, практически в каждой кухне есть блюдо, которое похоже на пельмени. Можно ли сказать, что манты – это те же пельмени, или все-таки это блюдо со своей какой-то философией, может, стилем приготовления? Да, я бы не стала сравнивать манты с пельменями, потому что это на самом деле разные блюда. Пусть они схожи по составу, но они готовятся по-разному. Манты – это на самом деле самостоятельное, уникальное блюдо стран Центральной Азии. У нас в Кыргызстане это очень распространено. Манты можно, конечно, встретить и в Турции, в Корее, в Китае, в регионах России. В философии и мудрость манты я для себя вымечаю, что, возможно, это в том, что при приготовлении данного блюда семья становится более сплоченным. Например, у меня семья очень большая, у нас шесть, раз четыре детей. И мы любим готовить манты на выходных, собираемся все вместе, дружно готовим, с любовью. Знаете, вот эти моменты, наверное, и есть. Мудрость, философия манты. Ну, для меня это так. А какую начинку обычно используют для манты? У нас сегодня говядина. Это такая стандартная начинка или все-таки можно немножко экспериментировать? Конечно, у нас самые популярные начинки – это манты из мяса разного вида. Баранины, говядины. Добавляют курдючного жира. Ну, например, манты. Ну, у нас распространены также и другие виды начинок. Например, у нас много манта из картофеля готовят, из тыквы, из джюсая готовят. Знаете, здесь можно импровизировать. Здесь каждая хозяйка может проявлять свою индивидуальность вплоть до разных способов лепки, не только начинки. Ну, а ваша какая самая любимая начинка? Для меня манты из тыквы. Из тыквы? Да. Такие диетические? Да, диетические. Они очень легкие и очень вкусные. А если составить список самых популярных блюд Кыргызстана, что вы туда включите? Знаете, я бы, наверное, включила бы бешбармак. Это исконное наше национальное блюдо. В переводе означает «пять пальцев». А почему пять пальцев? Беш – это пять, а бармак – это пальцы. И бешбармак у нас раньше, например, кушали руками. Ну, и сейчас это тоже, конечно, практикуется. И поэтому пальцев, наверное. Еще есть дымдама, плов, шурпо из мяса. Ну, это тоже самый суп, как у вас. А из национальных напитков я бы выделила Максим, Бозо, Кымыс. Да, я знаю, что напитки, особенно молочные, очень популярны в Кыргызстане и особенно кумыс. И даже известны лечебные свойства кумыс. О нем писали и Антон Павлович Чехов, Олег Николаевич Толстой даже проходил кумыс-лечение. А можете немножко рассказать, как готовится кумыс, что это за напиток? Кумыс – это кисломолочный продукт, который готовится на основе именно кобыльевого молока путем брожения. А кумыс-лечение – это вот в специально отведенных местах, на Джайло у нас посетители употребляют именно кобылье молоко сразу после дойки. И данный продукт на самом деле является уникальным. Он очень богат полезными микроэлементами, которые способствуют лечению многих заболеваний. Сезон кумыс-лечения начинается с наступления весны, с апреля и до момента, пока трава не пожелтеет. Для, например, профилактики кобыльевого молока можно употреблять ежедневно по 250 мл. А, например, специально в терапевтических целях, если использовать, употреблять, то дозировка и периодичность приема кобыльевого молока составляется каждому индивидуально. И как долго длится период лечения? Ну, около 10 дней. То есть специально есть лечебница или санаторий, где можно пройти курс кумыс-лечения? Да, есть фермеры, которые у нас именно занимаются скотоводством. Они выходят на джейло, устанавливают юрту и принимают своих костей. Скажите, пожалуйста, что такое джейло? Джейло – это не какой-то определенный регион, это просто горная равнина. Айгирим, а скажите, какие виды туризма популярны в Кыргызстане? Кыргызстан – удивительно красивая страна. 94% нашей территории занимает очень высокие красивые горы. С снежными вершинами, альпийскими лугами, ароматами разных видов растений и цветов, чистыми горными реками, многочисленными озерами. И тур в Кыргызстане на самом деле для всех идеален. Даже вплоть до любителей активного вида спорта, отдыха в горах, например. Те, кто увлекается рафтингом, скалолазанием. Также у нас разве пешек, поход, трекинг. И зимой, например, катаются на лыжах, сноуборде. Летом можно кататься на горных велосипедах. То есть, получается, в Кыргызстан можно ехать в любое время года? В любое время года, да. Всегда можно найти свое любимое занятие. Куда бы вы все-таки в первую очередь посоветовали поехать в Кыргызстан? Знаете, в первую очередь белорусским туристам я посоветовала бы побыть именно в Кыргызстане в озере Сыкуль. Потому что это на самом деле уникальное место. А из Сыкуль название самого озера что-то означает? Да. С перевода означает «горячее озеро». Там буквально так и переводится. Озеро никогда не замерзает. Я даже читала, что озеро обладает лечебными свойствами, и его воду даже называют «живой водой». Это действительно так? Да. Озеро Сыкуль очень богато минеральными и радионными источниками. Сюда также приезжают на лечение. А туристы в основном из каких стран приезжают? Если говорить о массовом туризме, то это в основном туристы из стран СНГ. Это Россия, Казахстан, Узбекистан. Они в основном приезжают на отдых на озере Сыкуль. Также в последнее время растет интерес европейских туристов в нашей стране. И наблюдается очень большой поток из стран арабского мира. Это Эмираты объединенные, Савдовская Аравия, Кувейд, Катар. Скажите, а как вообще развивается взаимодействие между туристическими фирмами Беларуси и Кыргызстана? Предлагают ли наши белорусские фирмы какие-то туры в Кыргызстан? Или все-таки это больше индивидуальные туры, которые граждане планируют сами? Наше посольство активно взаимодействует с белорусскими турфирмами. Мы всегда готовы и рады оказать содействие всем желающим, кто хочет посетить Кыргызстан в туристических целях. Очень часто приглашаются на ярмарки, выставки и со стороны государственных органов и Кыргызстана, и Беларуси тоже приглашаются представители из Кыргызстана. Взаимодействие идет достаточно активно, можно сказать. Но ввиду географической отдаленности двух стран, сейчас больше, наверное, могу сказать, развит индивидуальный туризм. Встречаем очень много белорусов, достаточное количество, которые делятся с нами о своих поездках в Кыргызстан, рассказывают о красивых местах, восхищаются озерами Сыкур, и нам очень приятно. А много ли жителей Кыргызстана приезжает к нам в Беларусь? Да, приезжают, ну не скажу, что очень много, но приезжают всегда. Какие места в Беларуси вы рекомендуете посмотреть? Знаете, здесь можно очень много мест найти, куда можно сходить, посмотреть. И исторические места здесь, и регионы здесь, они красивые. В первую очередь, наверное, я посоветовала бы посетить Беловежскую пущу. Мне это место очень понравилось. На самом деле, место захватывает дух, там невозможно взлетать слезы. Меня это место очень тронуло. Я посоветовала, в первую очередь, съездить туда. Кстати, когда к нам приезжают наши коллеги из Кыргызстана, мы их стараемся везти сами туда, либо советуем, чтобы они съездили, посмотрели. Айгирим, тесто у нас готово. Мясо мы порезали мелко, лук порезали. Что мы делаем дальше? Хорошо. Мясо и лук перемешиваем, добавляем соль и черный молотый перец по вкусу. Хорошо, тогда я перемешаю мясо. Кыргызстан – это прежде всего горы, а горы – это страсть альпинистов и тиркинистов. Я знаю, что во время пеших прогулок очень популярны мастер-классы по юртам. Как их правильно устанавливать, наверное, как в них ночевать. Да, есть такое? Да, юрта – это, знаете, для нашего народа это больше, чем просто дом кочевников. Это на самом деле можно назвать своеобразный храм, где чувствуется незримая связь между поколениями прошлым, настоящим и будущим. Традиционно кыргызская юрта строится без единого гвоздя. Кочевники наши древние использовали материалы, которые имели под рукой. Например, ива для верхнего круглого каркаса юрты. Наверху в потолке есть тундук, отверстие такое в потолке. Это вот для того, чтобы получать освещение и воздух свежий. Также вокруг юрты есть решетчатые такие кизыги, у нас называют. Для того, чтобы их скрепить, используют телячьи, либо верблюжью кожу. Потом сверху накрывают войлочный ковер, который украшают красиво нашими национальными орнаментами. Итак, тесто вы раскатали. Есть какая-то технология, как правильно эту манту завернуть? Технологий особо, знаете, нет. Главное, чтобы они были пушистыми и такими воздушными. Ну, покажите, как это правильно делать. Так, вот. Берем чуть-чуть, добавляем сюда. И я могу вам показать буквально два способа лепки. Первый из которых. Берем. Ну, как у вас все ловко получается. Красиво. Такой в виде пирожка. Да, получается в виде пирожка. А второй способ? Так, а второй способ. Берем краешки. Я так обычно дома делаю пирожки с яблоками. Я вот так вот заворачиваю. Да, я же говорю, в принципе, знаете, они всем знакомы, эти способы лепки. Главное, я говорю же, каждая хозяйка просто проявляет свою индивидуальность. И хвостик еще запретили, да? Да, индивидуальность и все. Красивые манты у нас получились. Мы прервемся на несколько минут и встретимся с вами после рекламы. В национальной кухне Кыргызстана соединились ароматы, специи и рецепты из разных культур. Изучать гастрономическую географию нам сегодня помогает аташе посольства Кыргызстана в Беларуси Айгерим Амурзакова. Манты у нас уже сделаны. Уже готовы, мы можем их уже доложить и поставить в воду. И готовим мы их на водяной бане. Да, на водяной бане. Готовится около 30-35 минут. Вода закипела. Все, закрываем крышкой и готовится. Да, закрываем крышкой, все, да, и оставляем. Хорошо, и теперь мы можем уже приступить к приготовлению салата. Салата, да. Что нам понадобится для этого? Так, мясо. Нарисаем в соломку. Тоже мелко, да? Да, желательно мелко, потому что мы мясо не тушим, не варим, а только жарим. Скажите, а вот кроме кухни Кыргызстана, какая кухня вам еще нравится? Кухня какого народа? Я, наверное, больше близка к китайской кухне, потому что мне нравится больше острого. Здесь я полюбила белорусскую кухню, потому что мне очень понравились драники. Мы даже дома попробовали приготовить драники, но все равно не получается так, как у вас. Айберим, вы кадровый дипломат. В дипломатической службе вы уже 8 лет. Это было мечтой детства быть дипломатом? Или почему вы приняли такое решение? Истории нету и ни с чем не могу связать выбор этой профессии. Но могу одно сказать. Я очень люблю свою профессию. Пусть она и трудная, пусть она и, как говорят, более мужская, но очень интересная. Какие качества присущие женщине помогают в дипломатической службе? Умение слушать собеседника, умение сопереживать, гибкость. Хотя, знаете, в целом я бы сказала, что в каждой профессии самое главное всегда оставаться человеком, справедливым и честным. Как говорил наш великий писатель, видный дипломат Шенгуза Этматов, самое тяжелое быть каждый день человеком. Дипломаты, они должны придерживаться принципов этикета, дипломатической строгости. Когда вы выходите за пределы посольства, эти качества остаются, вы дома такая же строгая и придерживаетесь всех правил этикета. Наверное, не сказала бы, что всегда стою с такой сдержанной и дипломатичной. Хотя мне домашние отмечают, что дипломатичность у меня есть дома. Вы родились и выросли в Бишкеке. Минский Бишкек – это города-побратимы. А как сейчас складываются отношения между нашими городами? В 2008 году еще мэры города Бишкек и Минска подписали соглашение об установлении бобратимских связей. Вот буквально в прошлом году приезжала делегация мэрии города Бишкек. Здесь были проведены очень много встреч. Они посетили предприятия города Минск. Достигнуты определенные договоренности между сторонами, которые сейчас занимаются реализацией этих вопросов. В 2018 году в рамках празднования 95-летия Чингзайт Матова, нашего писателя, Минский городской исполком выделил парк, где имя одного из парков города Минск носит имя Чингзайт Матова. Ежегодно здесь в Минске совместно с Октябрьским районом города Минск проводится митинг векием, посвященный герою Советского Союза, кыргызстанцу Джумашу Асаналиеву, который героически погиб на территории Белоруссии в 1944 году. В какой очередности мы закладываем? Сначала закладываем мясо, потом лук, чеснок добавляем с сельдерей, потому что чуть попозже, после морковки и редиски. Насколько я знаю, имя аэропорту в Бишкеке дал Чингис Айтматов, и он назвал его Манас. И Манасом названы много объектов у вас в республике. А кто такой Манас? Да, вы правильно отметили. Имя Манаса у нас в Кыргызской республике носит много улиц, учебные заведения. Даже, знаете, высшая государственная награда у нас названа в честь имени Манаса. Это орден Манаса первой степени, второй и третьей степени. Манаса – это великий богатырь и воин, который воссоединил в минах и таким образом создал родину для нашего народа. У нас есть эпос Манаса. Основным содержанием эпоса являются именно подвиги нашего героя Манаса. А когда появился эпос, сколько лет ему? В 1995 году мы праздновали тысячелетие Манаса, потому что в 1994 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о всемирном праздновании тысячелетия этого эпоса. Каждый эпос имеет какие-то сакральные числа, и вот в эпосе Манаса таким числом является 40. А почему именно 40? Все подвиги Манаса были совершены благодаря в том числе его 40 воинам, которые были всегда и с ним рядом, были отважными их хабрами. На официальном флаге Кыргызстана изображено 40 лучей солнца, это 40 племен кыргызского народа. И это символ дает единство нашего народа. Хотелось бы ответить, что эпос Манас на самом деле самый объемный эпос в мире. Он вошел в Книгу рекордов Куменса, также является нематериальным культурным наследием человечества ЮНЕСКО. Всего в эпосе Манаса содержится в 553 тысяч строк. И этот эпос 20 раз больше Одиссеи и Ильяды, и 2,5 раза длиннее, чем индийские Махабхарата. Ну да, то есть, естественно, эпосом можно гордиться. Нам осталось с вами встретиться на дегустацию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня в студии кулинарной дипломатии вместе с Аташе посольства Кыргызской республики в Республике Беларусь Айгерим Амурзаковой мы приготовили манты и теплый салат с фунчозой. Айгерим, но кроме тех блюд, которые мы сегодня с вами приготовили, на нашем столе есть еще национальное блюдо Кыргызстана. Можете рассказать о них? Да, конечно. Это вот хлеб, самсы. Здесь начинки можно использовать так же, как и в мантах. Фарш из любого вида мяса, картофеля и тыквы, тоже импровизировать. Это наш порсок. Наш любое застолье не проходит без этого нашего национального хлеба. Это наш хлеб. Есть также наши национальные напитки. Это вот бузо белое и это у нас махсым. А чем эти напитки отличаются между собой? Ну, махсым делается из трех видов влаг, а бузо это именно из пшена. Ну и давайте попробуем те блюда, которые мы сегодня с вами приготовили. Как правильно есть манты? У нас едят манты руками, потому что это вот, чтобы можно было почувствовать именно все, что вот внутри, с соком, чтобы было вкуснее намного. Очень вкусно и действительно очень много сока, который внутри. Он не потеряется, если ты ешь это руками. Да. Ну и надо попробовать салат, который мы с вами приготовили. Да, конечно, да, давайте. И подается он именно горячим, да? Его надо есть горячим. Можно подавать как горячий салат, но также можно и как холодный. А по-разному. Очень вкусно. Такое интересное сочетание и мяса, и овощей, и фунчозы. Очень вкусно получилось то, что мы сегодня с вами приготовили. Мы, конечно, обязательно попробуем все блюда, которые есть на нашем столе. Айгирим, большое спасибо, что вы сегодня нашли время и пришли к нам в гости. И со своей стороны мы хотим вручить вам подарок, любезно предоставленный торговой маркой «Белорусский лен». Я думаю, что он найдет достойное место в вашем доме и будет вам напоминать о нашей сегодняшней теплой встрече. Спасибо большое. Я тоже была очень рада присутствовать здесь, в вашей программе и в возможности показать наши национальные блюда. Спасибо большое. Ну а наши телезрители могут записать рецепты тех блюд, которые мы сегодня приготовили. Для того, чтобы приготовить манты, понадобятся мясо говядины, репчатый лук, из приправ, соль и черный молотый перец. Для теста необходимо смешать муку, куриные яйца и воду. Блюдо подают с чесночно-томатным соусом. Ингредиенты для салата. Фунчоза, мясо говядины, редька, болгарский перец, лук, чеснок, морковь, сельдерей, петрушка и кинза. Из приправок к блюду подойдут соль, черный молотый перец и молотый перец чили. У каждой страны свои традиции и обычаи, неотъемлемой частью которых является и национальная кухня. С вами была я, Наталья Рыженкова. Живите вкусно и помните, что дипломатия бывает разной и даже кулинарной.